В цепи поступили падшие ангелы во главе с Люцифером. Иезекииль, 28 глава, с 12 по 19 стих. Ты был помазанником, херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих, со дня сотворения твоего. Доколе не нашлось в тебе беззакония. Внутреннее твое исполнилось неправдой, и ты согрешил. И я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божией. И сгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое. От тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я поверну тебя на землю, перед царями отдам тебя на позор. В множеством беззаконий твоих ты оскорбил святилища твои. И я извлеку из среды тебя огонь, который не пожрёт тебя. И я превращу тебя в пепел на земле, перед глазами всех, видящих тебя. На них тяжкий грех богохульства, за который нет прощения. Я сам когда-то задумался, а почему Люцифер не покается, чтобы избежать своей участи. Но он и его последователи совершили хулу на Духа Святого. И за такое ангелам нет покаяния, потому что они знали, что творят. А люди сейчас в неведении, потому им и даётся шанс покаяться. Ангелы были возле самого Бога и знали все тайны мироздания, ведь были с ним с самого начала ещё до людей. И поэтому их поступок расценивается как предательство. И им нет прощения. Сатана знает, что его конец близок. Горе всем живущим на земле и на море, потому что к вам сошёл дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остаётся времени. И поэтому он хочет затянуть чем побольше людей с собой в ад. И главная его цель – христиане, которые пришли к покаянию. Именно таких Люцифер и хочет сбить с пути. Презвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить. Сбивая верующего праведника с пути, он делает больно Богу. И только таким образом получает удовлетворение. Он знает, что через хулу на Духа человек не получит спасения, что он и хотел сделать с Иовом. Но Иов знал Бога и не сказал на него ни слова скверны, даже после того, как всё потерял. Этим показав, что любит Бога, и какова должна быть бескорыстная любовь. «Наг, я вышел из чрева матери моей! Наг и возвращусь! Господь дал, Господь и взял! Да будет имя Господне благословенно!» Во всём этом не согрешил Иов и не произнёс ничего неразумного о Боге. Вот таким образом и спасётся каждый верующий, если не будет вестись на атаке лукавого. И если не будет поддаваться соблазнам сохранить верность Богу и соблюдив законы его после познания истины, человек не сможет совершить грех хулы на Духа. По сути, главный грех, за который будут наказаны люди, так это именно за хулу на Духа. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осуждён, потому что не уверовал во имя единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришёл в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые. Поэтому и будет суд, на котором Иисус решит, кому даровать спасение. Кто знал и богохульствовал, осудил себя сам. А кто не слышал о Боге, его судят по его совести. Ибо нет лицеприятия у Бога. Те, которые не имея закона согрешили, вне закона и погибли. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чём свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благовествованию моему, Бог будет судить тайные дела человеком через Иисуса Христа. То есть, в конце одна часть людей будет осуждена за хулуна духа, а вторую половину осудит их собственную совесть.